ГОЛОСОВАНИЕ Я только 2 часа назад голосование сделал! Зов Припти без модов победил безоговорочно, даже если еще пару тысяч голосов прибавится, я не думаю, что они что-то изменят. Я удивлен, я думал, все фапают только на моды по Сталкеру, а оригинал, типа, уже никому не нужен. Ладно, хорошо, Зов Припти без модов, так шибыть. Ну давайте прочтем комментарии для полноты картины. Неважно, главное, чтобы там был флэкс от Евгена. Ну все понятно, все, короче, Сталкера не будет. Будет чисто флэкс-стрим, как я буду флэксить 2 часа. Ставь лайк, если хочешь этого. Этого не будет. А вот это очень милый комментарий, держи сердечко. Нацуки, ты теперь просто кто-то, ты не человек, ты, блядь, Гитлер без сисек. Знаю, у меня тоже сзади. Пиздец случился. Кто-то жрет меня. Мои глаза как больные, я ничего не вижу, помоги мне, сука, блядь. Ура, с третьего раза запустился или с пятого. Слушай, я не считал, сколько раз я кликал на экзешник. Ладно, новый мод, D-DLC кошмар. Я знаю, я не прошел еще 10 тысяч старых модов. Тем не менее, я что-то, мне его порекомендовали, я видел, что некоторые американцы в него играют, и подумал, ну раз американцы играют, значит, не говно. Я, если честно, вообще его не смотрел, ничего не знаю. А ладно, смотрел на перемотки у американца. Мне показалось, что херня какая-то. Ну ладно, давайте рискнем. А то давно в D-DLC не играли. У нас как бы уже девочки из D-DLC в лете, и я подумал, нахрен, чисто моды по лету. У нас как бы все в одном месте есть. У нас есть чистовик, у нас мод от еще каких-то чуваков есть из ВК, за которыми я год следил, и наконец-то они смогли. В общем, да, вы поняли. Доки-доки. Вернулось. Так, это что-то новое. Это D-DLC кошмар. Да я знаю, у меня папка с модом как бы подписана. Данная модификация была разработана за 9 часов. Из них 6 ушло на сценарий, 3 на кодинг. Вот, это ссыкая зверюга делала, чертов, вот. Вот не человек вообще. Это чертов японец делал, или кореец, кто... Не, или китайец. Слушай, а кто там? Вот есть какая-то страна, по-моему, Китай, где на экзаменах школьники сидят с капельницами, потому что они пишут экзамены по 9 часов, и некоторые падают в обморок и умирают. Не, ну их там миллиард им пихует, что кто-то умер. Еще нарожают. И команда, которая стоит за этим, состоит из следующих людей. Тру лава фу, Моника. Я вначале прочел как нимфоманка, бля. Мы также должны благодарить каких-то еще людей. Слушай, мне плевать, кто делал этот мод. Я хочу понять, это говно или норм? Как меня зовут? Слушай, тебе вот не все равно, как меня зовут. Я в эти моды не играл. Так, сейчас я зайду, посмотрю комментарии под последним видео по доке и выберу имя себе. Это будет изи. А то я всякое говно убираю. Давайте мы сделаем по-хорошему. Я выберу имя одного из подписчиков. Самое красивое, самое сексуальное, привлекательное имя для самого сексуального, привлекательного ютубера на всей земле. Я нашел имя. Я нашел того, чье имя будет носить протагонист. Он унист. Там она. Ну давай. Ну давай, где я? Началось. Наступил день фестиваля. А, тут сразу с контента начинается. Я думал, почему-то, что день начинается с какого-то этого вступления типичного типа Сайори выбегает у себя из дома и кричит Эй, подожди меня! Я кричу, хуй тебе, тварь! Слушай, это настроение у меня сегодня хорошее, ребята. Я ни таблетки никакие не принимал. Сразу не надо говорить, что Евген опять на своих таблетках сидит. Я был уверен, что из всех возможных дней именно в этот. Мы с Сайори пойдем в шкилу вместе. Я стал спать не до 7 утра, а до 8. Слушай, мне те... Вот, я не знаю, как это работает, но... А знаете, когда я лучше всего сплю вообще? Когда я засыпаю под беременным в 16. Кстати, я не знаю, стоит делать обзор на последний выпуск? То есть, мне реально есть что сказать. То есть, он будет вообще нетипичный. Я не буду говорить ничего плохого, я наоборот буду видеть какой-то хороший выпуск, какой там все классный, какие там герои сасные. И про секретную гейскую сюжетную линию расскажу. В общем, ребят, хотите обзор на беременным в 16? То есть, ну отвечайте быстрее, потому что оно сейчас на хайпе, и я должен знать, вот прям вот реально сейчас надо знать. Я думал зайти к ней домой, чтобы разбудить, но решил, что это немного чересчур. А, она же повесилась! Сейчас мы зайдем и узнаем про подвешенное состояние Сайори. А это мой, кстати, любимый стишок, убирайся из моей головы. Я думаю, некоторые люди так про мой голос думают. Ах, это стихотворение кажется совершенно не похожим на все остальные написанные Сайори. Кроме того, я передумал, я все же пойду за Сайори? Мне нравится, что мод какой-то нормальный, слушай. Я дошел до дома Сайори и постучал в дверь. Вот, мод без воды, ведь могут когда захотят. Нет, надо, блядь, воду лить, придумывать из оригинала, брать какую-то херую. Нет, вот, от начала до конца оригинальный мод. Я не ожидал, что она ответит, ведь ее телефон был разъебан мной вчера. У меня просто жопа жирная, я на него сел, экран тресал. Ну, что, андроид, телефон, что с него взять? Как и вчера, я открыл дверь и вошел без приглашения. Сайори? Она спит очень крепко. Я сглотнул. Так, не могу сглотнуть, сейчас выпеку. Молоко какое-то горькое. Я не знаю. Если молоко горькое, если кислое, оно прокислое. А если оно горькое, оно прогоркое? Оно прогорклое? Вообще, что с молоком есть оно? Я не знаю, оно какое-то невкусное. Я сглотнул. Не верится, что я действительно это делаю. Сайори? Вставай! Ержан! Ответа не последовало. Ержан крепко спал. Я медленно открыл дверь. Сейчас что-то... Твою мать! Я не знаю, это цензурить? Нет, YouTube, не ба, не надо желтый значок. Мне YouTube уже вешает желтый значок на все подряд. Я вот снимал стратегию 18 века. Желтый значок. Еще какую-то игру снимал. Деньги, кефир, рок-н-ролл. Желтый значок вообще на все. Сайори подвешенное состояние. Какого черта? Нет, этого не может быть. Послушай, нет, вообще все предыдущие видосы, где Сайори вешалась, на них вешали желтый значок. Пожалуй, я вырежу это. Я подавил позыв к рвоте. Я сказал Сайори, что буду с ней. Я сказал ей, что знаю как лучше и что все будет хорошо. Так почему? Как я мог оказаться настолько бесполезной тварью? К черту лид. Огнетушитель. Почему ты позволил мне сдохнуть, тварь? Я думала, что ты отсосешь меня. Сайори, мне очень жаль. Я пытался спасти тебя. Лжец. Посмотри, что ты сделал со мной. Твою мать! Она превратилась в демона. Твою мать эти звуки. Как будто резко проснулся от того, что сильно дрочил и прям сперма брызнула. Почему? Я не знаю, почему все мои приколы связаны именно с брызжащей спермой. Может быть потому, что я тайный дрочер, как бы мастурбатор 3000, я не знаю. Мне 23 года и я все, что у меня в голове, это мастурбация. Этот сон снится мне уже пятый раз. О, кстати, прикольное начало мода, слушай. У меня начались кошмары еще с тех пор, как умерла Сайори. Но за последнюю пару дней кошмары становились все более агрессивными. Одна из причин, почему я не поиграл в этот мод ранее, просто этот мод вышел месяц назад или где-то так, это то, что мне нужно было обновить Windows. То есть я запускал мод и мне Маунти, буквально Маунти из курильни Маунти, писал, что типа Эй, Евген, ты что, Windows не обновляешь? Так я наконец-то обновил Windows, потому что у меня автоматом он не обновлялся, а вручную обновил. И знаете, что? У меня начали лагать все проги. Я начал думать, что же не так, что же делать? В итоге я понял. Я обновил Windows и все драйвера, которые были прошлогодние, они, оказывается, не работают с новой. Версия Windows нормальная. И у меня начались проблемы с оперативной памятью. То, что комп зависал, она переполнялась. У меня начала лагать видеокарта, начало лагать все. И я такой, черт возьми, обновил все дрова, сейчас все нормально. Так что, ребята, задербаньте лайк, потому что я ради вас чертова дрова обновлял. Понимаете, ради вас я прошел через где-то два часа мучений. Ну ладно, не два часа, но... Тем не менее, было неприятно. Я не люблю обновлять драйвера. Я драйвера не обновляю по полгода. Потому что каждый раз обновляешь драйвера, что-нибудь лагать начинает. С тех пор, как она умерла, прошел месяц. И я только и делал, что лежал на кровати и дрочил. На лолик. Из Некопары. Некопара, хараокю. Все присутствовали на похоронах, в том числе и я. Очень, кстати, милый мод такой, про похороны. Вот все, как мне нравится. Несмотря на то, что она повесилась из-за меня. Ее родители были вне себя. От ее поступка. И из-за того, что ее мать потеряла свою единственную дочь. Это было слишком тяжело для нее. И мать тоже повесилась. Это была моя вина. И, честно говоря, я не виню ее. Я был самым близким челом для Сайори. Но я ни хрена не знал. Я не смог ее сости. Если бы я только мог повернуть время вспять. Если бы я мог узнать раньше. Доки-доки, машину времени! Следующий мод, который я хочу тут увидеть. Если бы я мог узнать раньше, что Xbox 360 не подключается по HDMI-у. К моему компьютеру. Возможно, я мог бы спасти ее. Уведомление телефона преврало мой ход мысли. Уведомление, если что, кстати, пришло на iPhone. Я просто этот звук везде узнаю. У меня, кстати, тоже iPhone. А у вас какой-то телефон. Там, кстати, к телевизору подключен Sony Xperia Z. Которому я еще месяц назад хотел поменять аккумулятор. Но... Чертовы ебаные китайцы, сука! Простите за... Мое резкое выражение эмоций. Но у меня аккумулятор уже месяц идет. Я не знаю, может мне сходить в какую-нибудь, типа, мастерскую в подвальчике с надписью «Чиним все»? Может быть, у них аккумулятор можно... Нет, слушай, я, короче, пойду поищу на русских сайтах аккумулятор. А если сайт... Я просто боюсь искать, понимаете? Я боюсь, что я заплачу дважды. То есть я боюсь, что будет такая херня, что придет аккумулятор через, не знаю, неделю. Я сейчас куплю для телефона себе аккумулятор за 500 рублей или за 1000 хз, сколько он стоит. Сам его поменяю, а потом мне придется Алиэкспресс аккумулятор. Я буду такой, типа, ну а что мне делать с ним? Вообще, как вариант, тогда я могу просто подождать 30 дней, он полетит обратно и мне продавец деньги вернет. Как-то так. Правда, у меня уже такое было, что мне с Али вещи не приходили. И мне спокойно возвращали полную сумму. Так что вот. Я не знаю, как поступить, ребята. Пишите в комментариях, как мне поступить. Снять уже поскорее видос, как я меняю аккумулятор в телефоне. Потому что я реально хочу поменять аккумулятор и поэкспериментировать, походить с андроидом. Посмотреть вообще, как оно. Каково жить с андроид-телефоном, так как я не пользовался полноценно андроидом. Давайте подумать. Сейчас 2019. 2015. Я думаю, пытаюсь понять. Наверное, год 4 полноценно не пользовался андроидом. То есть я на него принимаю смс там для Kiwi кошелька, чтобы деньги оттуда списывать. Но и все, и все. Больше я никак им не пользовался. Хотя там есть куча крутых фич. Реально крутых. О которых я хотел рассказать в отдельном видео. Типа, как пользователь айфон взял в руки андроид и охренел от того, что все-таки что-то крутое там есть. Ну да ладно. Уведомление телефона прервало ход моих мыслей. Я проверил свой мобильный айфон. Что могло пойти не так, как говорится. 500 непрочитных сообщений все от девушек. Нихрена ты популярен, парень. У меня такого даже нет. А я, если что, я, если что, ютубер на минуточку. У меня такого дерьма не наблюдается. Время такой красоты. Но, тем не менее, ребят, я уже женатый человек практически. У меня через месяц свадьба. Поэтому, о чем я сейчас говорю, непонятно. Когда я в последний раз проверял свой телефон? Неделю или даже две. Не знаю. На меня это не особо беспокоило. Интересно, а сколько у меня уведомлений? Сейчас проверю. Я просматривал все непрочитные сообщения, где в основном спрашивали о моем благополучии и выражали сочувствие по поводу произошедшего. Завидую вот этому чуваку. Загнетушитель. У него до хрена друзей. Так, посмотрим. Сколько у меня уведомлений? Тут где-то можно посмотреть эти, ну, приколы с уведомлениями. Я бы хотел... За сегодня хотя бы хотел посмотреть, сколько у меня. Так, за сегодня уведомлений около двух уведомлений в час. Мне приходят 27. Мне пришло 27 уведомлений. А за последние 7 дней сколько? Ну, слушай, все не так плохо. 824 уведомлений. В основном все они от Ютуба. Еще от Gmail есть. И... Ну, в основном Ютуб, ребята. Понимаете? Ютуб засылает мне очень много ваших комментариев в последнее время. А именно поэтому я успеваю их читать. Последние дни ни одного вашего коммента не прислал, ребят. Камон, давайте активизируемся. Нам нужен актив. Актив, да? Найс. От каждого сообщения я чувствовал печаль. Но как только я прочитал последнее сообщение, по моей спине прошлись муравкины. То сообщение было от Моники. И там было сказано следующее. Мне с тобой надо серьезно побазарить. Средимся в клубе после занятий. Я знаю, что произошло на самом деле. Я знаю, почему Сайори кончила на себя. Что? Разве она не из-за меня покончила с собой? Или есть другая причина? Да, вообще-то ее убила Моника, если ты не знал. Пара-пара-пам. Пу! Ее убила Моника. Если это так, то почему ты молчала до этого момента? Забив свою голову вопросами, на которые мне нужны были папиросы, я решил подготовиться к занятиям и пойти в шкил в какой-то веке. Как только я вышел, меня на мгновение ослепил солнечный свет. Солнечный свет! Какое счастье! У меня ушло не так много времени на то, чтобы вернуть себе зрение. Потом я взглянул на тропинку, ведущую к дому Сосори. Эта гора так и не слезает с плечи, но я должен признать тот факт, что она ушла навсегда. Я вздохнул и развернулся. Так, ну. Так, это уже немножко страшно. Чё-то наборачивается там Сайори в петле, да? Нереально, чё-то стрёмно становится. Что это, блядь, было? Это было так близко к моему левому уху. Всё, моё тело начало трясти. Я почувствовал, как моё сердце ушло в пятки, а кровь отхлынула от лица. Я почувствовал чьё-то присутствие позади меня. Но мне не хватило смелости обернуться. Этот голос. Он походил на её голос. Вообще, это просто голос, как будто кто-то стоит. Я не пойму, из какого-то мода. То ли из Сталкера, то ли ещё откуда-то. Кстати, даже не знаю. У меня Сталкера в Стиме качать. У меня, по-моему, Кола в Припять. Есть в Стиме. Ну, Зоу в Припяти. Купленный. Я все Сталкеры купил. Но при этом я знаю, что там какие-то баги. И вроде как... У меня даже диски есть в Зоу в Припяти. И чисто теоретически я мог... Блин, у меня дисковода нет. Они с Кумамы. В Московской области. Так, это не вариант. Наверное, торрент лучший вариант. Слушайте, наверное, торрент. Просто я показывал в начале видео. Все голосуют за Зоу в Припяти. Без модов. И я тоже как бы за. Потому что я его проходил лишь один раз в жизни. От начала до конца. И проходил я его хреново, скажем так. Я там в конце от монолитовцев бегал. Я помню, я как-то набрёл на 50 монолитовцев. И тупо отстреливал их. В общем, жесть была полная. Так что вот. Так что вот, вот такое. И что ещё? Слушай, я забыл, по-моему. Наверное, скачаю. Наверное, скачаю. Потому что я знаю, что Steam-версия багована. И сам, когда играл, у меня были какие-то жёсткие вылитые баги. Которых я знаю, что даже в релизной версии Сталкера, которую я на диске покупал, их не было. Вообще, мне нравится Чистое небо. Мне кажется, самый амбициозный Сталкер, это Чистое небо. А Call of Припять, это то, каким должен был быть Чернобыльский, самый первый Сталкер. Там, Тени Чернобыля. То есть, там уже и, как бы, не знаю, диалоги поинтереснее, сюжет поглубже. То есть, мне вот так кажется. Вот Тени Чернобыля, это... Вот Call of Припять, это доведённый до ума Тени Чернобыля. С другим героем, конечно, с другим сюжетом. Но там Припять реально крутая. То есть, там Припять, вот как она и должна была быть. Я поэтому хотел бы поиграть в Lost Alpha. То есть, в Lost Alpha же добавили все-все локации, которые только есть. Я вот в моды очень хочу поиграть к Сталкеру всякие. Я знаю, что есть мод-фотограф, я про него где-то слышал, видел. Мод сейчас многие играют Dead Air. Сталкер тоже, вроде, свежий мод. Ещё есть какой-то трэш-мод на Сталкер. Но, тем не менее, я прознаю, что модов много. И я самый популярный, который видел, тут Lost Alpha. Он немножко старенький, но популярный. И ещё видел Dead Air. Тоже в него сейчас, вроде, играют многие. Не успел я подумать о чём-то другом, как мои инстинкты сработали. Я бросил бежать из шкиля со всех ног, даже не оборачиваясь. Набравшись до шкилы, я задыхаюсь. Упал на ближайшую скамейку. Что сейчас было? Я начинаю воображать себе всякое. Нет, это было слишком реальным для воображения. Пока я шёл в класс Хуяс, я засомневался в этом. И поэтому решил попить горький кофе. Найс. По дороге я прошёл мимо кассы, в котором училась в Саюре. И на её столе я заметил вазу с красной розой. Чёрт, драматично-то как. Знак уважения к мертвякам. Моё сердце разболелось ещё пуще и сильнее. Как только я вошёл в свой класс Хуяс, все были удивлены, что я вернулся. Большая часть из них общалась между собой. Но потом они замолчали. В то время как некоторые подошли ко мне и выразили свои соболезнования. Учитель перед тем, как начать свой урук-хай, выразил своё соболезнование и попытался меня утешить. Но мне было похуй, Лиле. С течением времени занятия подошли к концу. И я сослухаюцу. Я собрал свои вэшчи и пошёл в литературный клуб. И где меня встретит Моника и сейчас расскажет тупо самые горячие новости этой деревни. Что ж, что-то дышать тяжело. Бывают такие дни, что дышать тяжело. Она раньше бегала в этом пустом коридоре и орала «Слава Украине!» А я постоянно говорил ей кричать «Слава России! Слава Путину!» Потому что мы живём в России и не гоже прославлять вражескую страну. От этого места мне было больно. Ведь с ним было связано столько воспоминаний, которые я не хочу вспоминать. Насчёт вражеской страны это, если что, шутка. Я как бы, я люблю Украину. Стараясь не думать об этом, я опустил голову и пошёл в сторону клубной кимнаты. Как можно скорее. Внезапно я во что-то врезался. Так, вопрос в том, во что? Я думаю, в сиськи Юрия. Вот, ребят, давайте сейчас моментально делитесь видосом ВКонтакте. Если я угадал и врезались мы в сиськи Юрия. Вот, ребят, просто моментально, прям сразу же. Просто... Ой! Эй, смотри, куда я... Так, ладно, походу вы не поделитесь видосом. Ну, ладно. Нацуки, ты теперь просто кто-то. Ты не человек. Ты, блядь, Гитлер, бесисек. Эй, смотри, куда идё... Огнетушитель! Ты вернулся! Да, пизда. Где ты был всё это время? Ты всех нас заставил волноваться, блядь. Да, ой, извини за это. Мне просто не хотелось идти в школу или что-то делать с этим. Бесисичный Гитлер. Я тебя понимаю. Я всё ещё не могу поверить то, что с Юрией больше нет с нами. И ты был самым близким для неё человеком. Так что, полагаю, тебе это задело сильнее, чем кого-либо. Да не, на самом деле, мне плевать. Я как-то за Юрией больше топлю, но её тут даже не... Но это значит, что ты должен быть сильнее всех нас, так что... Не сдавайся. Спасибо, нацистская тварь. Так куда ты шёл? В литературный клубешник. Ну зачем? Литературный клуб был расформирован. Стоп, что? Да, спустя неделю после похорон Моника расформировала литературный клуб. Но нахрена? Она сказала, что у этого клуба ничего хорошего не выйдет. И что-то пошло не так, поскольку она не могла ничего сделать, чтобы это исправить. Постой, Моника пиздит как дышат. Она же это всё и устроила. В общем, Моника пиздунья. И я подумала, что она хочет сказать, что клуб не будет прежним без Сайори. И случилось что-то плохое, с чем она явно не могла совладать. Но опять же, я могу ошибаться. Она довольно расплывчато говорила об этом. Ясно, понятно. Не пихуй. Но по правде говоря, именно Моника сказала мне заглянуть в литературный клубак. Она сказала, что хочет серьёзно со мной побазарить. Вроде бы по поводу преждевременной кончины на юбке Сайори. Серьёзно? Ты, кажется, не особо удивлена. Это потому, что до расформирования клуба Моника велась осторанно. Она будто была сама не своя. Я бы поняла, если бы это произошло из-за чего-то. Но дело не в этом. Что-то здесь не так. И я хочу выяснить, что именно. Так, ну. Как сказать, я понял. Со мной пойдёшь, не? Да, чёрт возьми. Но для начала дай-ка мне позвать Юрца. О, Юри, наконец-то! Юри, зачем? Потому что меня одно это беспоко... Не меня одно это беспокоит. И мне кажется, я тоже хотела бы услышать это. Постой, а почему главный герой не хочет... Почему огнетушитель не хочет Юри? В чём проблема? Он типа Нацуки этот... Нацуки Фил или Сайори Фил. Он только лолей любит. По сути, Сайори же тоже лоль. То есть она тоже мелкая. Ну, как бы мелкая, но у неё сиськи хотя бы есть. Как бы Нацуки, Юри и Моника это нормальные как бы тёлки. Это норм. Это как бы норм. У нас как бы есть две норм тёлки. Две там Цундеры. И две... Вернее, у нас есть Яндеры, Цундеры и две норма... И две лольки. Как-то так, да? А Моника, она Цундеры или Яндеры? Я просто не разбираюсь. Кстати, насчёт Яндеры Симулятора. Я в него поиграю. Много раз спросили. Просто пока не получается, но я постараюсь. Я хочу попробовать поиграть, знаете, что в самую первую версию. Я знаю, что сейчас Яндеры Симулятор оброс кучей модов. То есть не модов, а обновлений. То есть там кучу-кучу всего добавили. Там чуть ли уже не сюжетная линия есть. И я хочу попробовать поиграть в самую-самую первую версию. Я её поищу и поиграю. Я думаю, её несложно найти. Можете мне скинуть в комментарии. Мне, я как бы... Ну, облегчите мне, скажем так, страдания. Я вернусь в мгновение Ока Саурона. Но подо... Не успел я договорить свою фразу, как нацуки АК Флэш убежала. Слушай, надо проверить, вышла ли новая серия Флэш. То есть, если вышла, ребят, всё, не ждите меня. Видосов не будет. Буду Флэш смотреть. Сегодня выйдет! Сегодня 18-я серия, если что. Я на пятом сезоне на 18-й серии. Собственно, это последняя серия, которая на данный момент... Ну, сегодня должна быть доступна, судя по Лост-фильму. Я знаю, что, наверное, странно угорать по Флэшу. Учитывая, что сейчас все угорают как-то по Игре Престолов. Вот, кстати, 16.04 на Лост-фильме. Восьмой сезон первой серии. На медиатеке, конечно, всё это раньше выходит. Но, как вам сказать, идёт восьмой сезон Игры Престолов. Я первый не смотрел, понимаете? Поэтому... Ну... Ну, понимаете? Ну, слушай, это нелогично, если я сейчас начну восьмой сезон смотреть. Да, я всё Лизе предлагаю. Типа, давай уже Игру Престолов посмотрим. Но... Что-то у нас не складывается каждый раз. То беременна в 16, смотрим то фильмы цык какие-то. Сейчас нормальных фильмов нет. Наверное, Игру Престолов будем смотреть. Просто Лиза в Средневековье не любит. Поэтому у нас смотреть не получается. Хотя я уверен, что ей понравится сериал. Думаю, я могу немного подождать. Ну, давай подождём. Хули нам? Я прислонялся к стене и закрыл глаза, размышляя о том, что произошло сегодня утром. И сейчас будет монстр там, Сайори появится из класса, выйдет такая, типа... Как зла, что у вас какие-то грибы. Может, мне мерещится? Интересно, что бы сказала Сайори? Надеюсь... Так, эм... Ну, как я и сказал. Я быстро рассмотрелся вокруг, но в этом пустом коридоре кроме меня никого нет. Слушай, реально такой страшный мод. Ну, то есть он нагнетает. Постепенно. Мы как бы постепенно идём к хоррору. Нас не сразу сваливают какие-то скрэмеры, а что-то прям хорошо заходит. Сайори? Это так на неё похоже. Я мог поклясться, что слышал её. Что со мной творится? Я начал обыскивать классы на этом этаже, но безрезультатно. Что-то мне это не нравится. Литературный клуб, я должен пойти в лите... Так... Это интересно. И кто-то свои хрущёвки там на фоне вставил в окна. Когда частичка моего тела говорила мне бежать и прятаться. Потом я услышал, как звуки шагов доносились эхом с конца коридора. Эй, есть кто живой? Ответа не последовало. Я могу пожалеть о том, что делаю это, но если я обернусь, то боюсь, позади меня окажется то, с чем я бы не хотел сталкиваться. Я пошёл по следам. Моё сердцебеение ускорилось, и я начал потеть, как мышь. Моё дыхание также ускорилось, и страх начал медленно поглощать меня. Дойдя до конца коридора, я по-прежнему не смог никого разыскать. Я решил посмотреть, откуда взялся этот шёпот, и заметил фигуру, идущую влево в самом конце коридора. Извините, подождите меня! Это очень разумно кричать каким-то фигурам. Я побежал как можно быстрее, коридор ставился всё темнее, и я уже не видел, куда шёл. Единственное, что я могу сейчас сделать, идти вперёд. Постой, то есть, а куда на сути так далеко ушла, что... Даже, не знаю, мы её не слышим, не видим. На данный момент я боялся худшего, молясь о том, что всё это один большой кошмар, а потом я наткнулся на какую-то дверь. Ай! Потеряв голову, чтобы ослабить боль, я положил руки на дверь, пытаясь на ощупь найти ручку двери, и, следовательно, я её нахожу. Я заметил свет, сияющий по эту сторону двери. Я услышал шаги позади себя, и с каждой секунды они стояли всё ближе и громче. Что же там? Я торопливо распахнул дверь, и, пройдя через дверной проём, захлопнул её изо всех сил. Как только мои глаза привыкли, я заметил, что она хожусь в клубной комнате. Опять пустая комната. Ну, слушай, тут хотя бы свет есть. Стоп. Кто оставил ко... Опять! Это снова происходит! Огнетушитель! Моника! Вдохни поглубже, огнетушитель. Я смотрелся вокруг и заметил, что лежу на полу, и Юрий крепко держит меня за руку, испугавшись моей реакции. А в другой руке у неё была ручка! Юрий! Пожалуйста, не напрягайся! Я заметил, как Нацука прячется за Моникой, и она ещё дрожит от страха. А я пью актив. У меня ушло какое-то время на то, чтобы расслабиться и начать обладать самим собой, в то время как двушки начали разговаривать между собой, но не сводили с меня глаз. Почувствовав, что моё осамообладание вернулось, у меня встал. Тебе уже лучше? Спросила нацистская сучка. Юрий подошла ко мне с термосом в руке. Если хочешь, я могу облить тебя горячим чаем, налить тебе его на трусы. Всё хорошо, я окей. Ну как я сюда попал? То есть ты не помнишь? Нет, я понятия не имею, то что только что было. В какой-то момент я ждал нацистскую сук, потом всё стало чёртом, я услышал голоса и какого-то человека, бегущего по тёмным коридорам. И следуя за ним, я попал в клубную комнату, а потом... А потом... Я... Ты... Я увидел Сайори. Она висела в петле прямо передо мной, в то время как всё вокруг превращалось в полную неразбериху. Я был слишком напуган даже для того, чтобы моргнуть. Боже мой! Девчата, я схожу с ума. Девчата, почему вы молчите? Скажите что-нибудь! Моника вышла вперёд. Огнетушитель, ты сам вступил в клуб. У нас был небольшой разговор о том, что ты пропустил мероприятие клуба. И это ещё не всё. Ты сам на себя не был похож? Твоя манера речи, твоё поведение. Как будто я разговаривала с другим человеком. Да, и когда я пришла вместе с Юрью, вы встретили меня как... Как? Как и она. Кто она? Скажи мне, кто она? Сайори. Что? Как у меня не может быть воспоминаний о всех произошедших событиях? То есть, в меня вселился дух Сайори! А потом ни с того ни с сего твоя моя речь начала ухудшаться, и ты начал сходить с ума. Монике удалось прижать тебя, и она коснулась твоей лба, после чего ты наконец-то успокоила орла. Моника, что ты с ним сделала? А я потом объясню. Так, она, видимо, кот переписала у меня в голове. Она проникла в мой разум и вскрыла чёрный ящик. Что происходит со мной? Возможно, из-за потрясения, вызванного трагедию, у тебя начала развиваться шизофрения. Я шизофреник, я пси! Я стал ебанутым! Ну, блин, я и был ебанутым. В общем, в огнетушитель вселился человек-пиздец! Такое обычно бывает, но сейчас-то выглядело несколько иначе. Как же так? Ну, ладно. Всё, что я сейчас скажу, может показаться странным, но я знаю, что вы поймёте. Пожалуйста, не делайте поспешных выводов, ладно? Ладно, окей, ладно, хорошо. Моника глубоко вздохнула, после чего продолжила. Это событие берёт своё начало ещё до смерти Сайюрия. Ну, я изменила файлы персонажа Сайюрия, увеличила её плохие качества, чтобы она выглядела плохой. Я никогда не думала, что она попытается кончить на себя. И когда она это сделала, произошла ошибка. Я попыталась удалить файл Сайюрия, поскольку ошибка возникала именно из-за этого, но я не смогла сделать это. Из-за этого всё пошло наперекосяк. Её файл повреждён неизвестным вирусом и... И... Сайюрия застряла между миром живых и миром мёртвых. Моника, что ты пытаешься сказать? Сайюрия, всё ещё здесь. Класс! У нас здесь живой труп! Ха-ха, как это мило! Но она сейчас не в своей шкуре, а как некий субъект, который пытается сохранить своё существование в игре. Внезапно по моей спине прошлись мурашки. Вы их тоже чувствуете? И... Что-то пошло не так. Игнорировать. Моника, это абсурд! Хочешь сказать, мы все застряли в какой-то игре и ты можешь манипулировать нашими файлами? И огнетушитель ходит с ума лишь, потому что Сайюрия, по сути, пытается переопределить его? По сути, да. Мне тоже трудно в это поверить. Но... Но это да. Ты не обладаешь самосознанием. Так, это... Это звучало... Это звучало оскорбительно! Она оскорбила Юрия! Огнетушитель, могу я поговорить с тобой наедине? Она сейчас скажет, походу, Моника ёбнулась. Эм, да? Мы с Нацоки пошли к кладовке, а Моника с Юрия продолжили что-то обсуждать друг с другом. Действительно, Мот без воды, на удивление. Не зря я это вначале сказал. Я, то есть, я не знал, я просто как бы наугад сказал. Но, слушай, я попал. Я знаю, что Моника тоже была груба, но... Она, как по мне, несет какую-то околесицу. В основном она говорит о том, что это из-за нее Сайюрия, ну, сам знаешь, что сделала. Да, я тоже так все понял. Но Моника не из тех людей, кто шутит о чем-то серьезном. Ну, ты прав на этот счет, так что с этим я соглашусь. Вполне вероятно, она осознает то, чего не понимаем мы. Но все равно, мне кажется, что все эти рассказы про Сайюри, где она является неким дэмоном или вирусом, как бы вы это называли, она придумала специально, чтобы выставить нас дураками. Я знаю, но после того, как... После того, что я увидел, мне это кажется очень правдоподобным и... И... В чем дело? Не томи. И почему ты выглядишь так, будто увидел призрака? Нацуки. Да? Ты слышишь это? Слышу это? Сейчас пиздец будет. Да. За моей спиной кто-то стоит? Нет, а у меня за спиной кто-то стоит? Нет. Огнетушитель. Да. Мне страшно. Знаю, у меня тоже сзади! Пиздец случился! Кто-то жрет меня. Мои глаза как больно, я ничего не вижу, помоги мне, сука, блять! Творится пиздец японский иероглиф на стене. Я побежал, схватил Юрия и Монику за руки и выбежал на улицу. Используйте днюю исторификацию. Нег posts я в madre в июне... До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Егорова